Соединенные Штаты сигнализировали правительству Германии, что одобрительно воспринимают идею передачи Украине немецких танков Leopard. Об этом сообщает издание Frankfurter Allemagne Zeitung со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что советник президента США Джейк Салливан проинформировал советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера о поддержке идеи с поставкой в Украину Leopard еще в октябре. Один из источников издания сообщил, что Салливан сказал, что США поддержат соответствующее решение, но это должна быть инициатива Германии. При этом Вашингтон не просит Берлин делать такие поставки. Другой источник сообщил, что советник президента США сказал коллеге, что это хорошо, если Германия реализует такую поставку. В Frankfurter Allemagne Zeitung отметили, что правительство Германии не опровергло информацию о сигнале Салливана Плетнеру. Пресс-секретарь правительства отметил, что они находятся в постоянном контакте с союзниками, в частности Соединенными Штатами, относительно совместных усилий по поддержке Украины, но подробности конфиденциальны. В то же время журналисты отмечают, что каждая страна самостоятельно решает, что поставлять. При этом немецкие эксперты говорят, что есть веские аргументы для того, чтобы в первую очередь поставить в Украину именно танки Leopard. Густав Грессель из Европейского Совета по международным отношениям отмечает, что Leopard является стандартным танком польской армии, поэтому Украина могла бы иметь танки такого типа на обслуживании прямо через украинскую границу в Польше. В издании приводятся данные, что из запасов производителей Rain Metal и Краус Мефф и Вегман Германия может предоставить 80 единиц танков в короткий срок. Еще 30 единиц используют в центре боевой подготовки Бундесвера для изображения танков противника. Их могут заменить старыми танками с украинских складов. Также отметим, во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсуждал с партнерами передачу Украине танков. Он рассказал, что призвал партнеров изменить логику предоставления Украине помощи. Делать это не когда что-то произошло, а тогда когда можно предупредить действия РФ и дать отпор. Поэтому я сказал, измените логику. Не ждите пока произойдет что-то плохое. Примите это решение сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий украинских граждан, рассказал Кулеба. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что украинские дипломаты продолжают переговоры о передаче Украине танков «Леопард». Еще ранее, в июле министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал о перспективах получения этих танков, вероятно, от Испании. Тогда он рассказал о договоренности с одной из дружественных стран на поставку этого вида вооружения. Но в начале августа правительства Испании приняло решение не передавать Украине танки «Леопард-2», поскольку они находятся в ненадлежащем состоянии. Спасибо за просмотр. Слава Украине.